Не все кандидаты на выборы в облдуму честные и ответственные, сообщили ньюсмейкеры на пресс-конференции в агентстве Интерфакс. Первоначально участвовать в голосовании хотели около 500 человек, но двоих в ходе проверки обнаружились непогашенные судимости, некоторые отказались сами, а еще пара кандидатов забыла вовремя подать документы. Депутаты самого движенца, их на начало регистрации было шестеро, немногим дисциплинирование. Двоим кандидатам отказано, отказано по причинам того, что подписи, которые принесены были, они признаны недействительными или недостоверными. Значит, у троих кандидатов идет проверка подписных листов и один кандидат просто не дошел. В едином общеобластном списке 20 местных партийных отделений. Бюллетень будет огромным форматом А3. Всего зарегистрированных кандидатов 469. Это списочники и одномандатники. Среди них и находящийся под домашним арестом Дмитрий Сиганов. Всего по региону 776 избирательных участков. Трудиться на них будет 7000 человек. 73% в списках кандидатов – это мужчины. Женщины в органы власти, видимо, не особо хотят идти. Значит, уровень образования достаточно высокий. Более 70% имеют высшее образование из кандидатов зарегистрированных. И возраст, возрастной состав от 30 лет до 60 – это также где-то 70% кандидатов. 20 местных отделений уже открыли избирательные счета. На них поступило 10 миллионов пожертвований. Половина потрачена на агитматериалы. С 10 августа начнется период активной пропаганды. А с понедельника следующей недели в городе заработает горячая линия по вопросам выборов. Основными целями организации общественной горячей линии являются правовое консультирование участников избирательного процесса, повышение информированности граждан в сфере выборов через организацию информационно-консультационного взаимодействия с ними. Выборы в единственный законодательный орган региона будут слепыми. 30 миллионов на установку видеокамер – именно такую сумму выставила компания «Ростелеком» в регионе не нашлось. Следить за тем, чтобы голосование было прозрачным, будут наблюдатели от партии и кандидатов. Их количество пока не ограничено.